Сенатор от Тувы Людмила Нарусова снова стала объектом широкого общественного внимания после своего необычного заявления о том, что если ее уберут из Совета Федерации, то и Владимир Путин покинет свой пост. Также она заявила, что россияне должны Америке по гроб доски. По информации источников, близких к Совету Федерации, утверждается, что на этот раз Нарусову решили взять под контроль, и инициатива идет сверху. Видимо, у Путина тоже есть определенные грани, которые Нарусова своей дерзостью, по всей видимости, переступила. Это вызвало недоумение у многих, так как такое открытое противостояние между сенатором и президентом редко встречается в политической практике. Людмила Нарусова, по ее словам, не проголосовала за принятие в состав России новых регионов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Свой поступок она объяснила тем, что против включения в состав России территорий другого государства. Также она против ухода иностранных компаний из России. По ее словам, россияне теперь всю свою жизнь должны Америке и другим западным странам за то, что они много лет обеспечивали нашу страну продуктами и другими товарами. Вот ее слова. Мы же ничего не можем создавать, россияне-потребленцы. Создать что-то для нас, это действительно большая проблема. Америка и другие страны пришли к нам на помощь и обеспечивали нас много лет, а сейчас мы выгоняем их компанией из России. Да мы должны молиться на них, ведь все это время мы употребляли их продукты и лекарства, заявила Людмила Нарусова. Людмила Нарусова известна своей активной общественной позицией и критикой в адрес текущего российского руководства. Она неоднократно выступала против России, за что получила ненависть определенной части населения. Тем не менее, ее последние высказывания вызвали раздражение у многих, так как подобные угрозы по отношению к президенту России воспринимаются как нечто неприемлемое. Сложно предсказать, какие последствия могут иметь подобные высказывания Нарусовой для ее политической карьеры. Возможно, в скором времени мы увидим ответные меры со стороны властей по данному вопросу. Нарусова, вероятно, будет вынуждена отступить или принять меры по урегулированию конфликта, чтобы избежать серьезных последствий.